всем привет привет ну вот закончу вышивать мой чай с клубнейкой от чай римной мытье я стала думать какой мне взять следующий процесс и работать с ним вести его к завершению процессов у меня много и решиться мне выбрать было очень сложно но меня поманил к себе вот этот петух от custom crafts в общем-то год петуха заканчивается и логично сейчас его вышивать потом может быть не будет настроения хотя это все дело такое приходящее и уходящее но вспомнила я своем петушке решила что надо бы его завершить тем более что вы что мне было ровно половина поэтому уже брать процесс который наполовину готова но морально даже легче сама мысль что скоро процесс может быть завершён она помогает поддерживает и поэтому я решилась взять взять в работу сейчас петушка так я напомню что размер работы будет 50 на 50 сантиметров практически до 50 на 50 сантиметров вот такой вот акварельный петушок у меня должен получиться и сама схема представлена вот в такой книжечке я ее не рвала не разбирала в отличие от маяксов где я вышиваю работаю с оригинальной схемой и там ей уже подходит конец здесь я оставила схему в оригинале и делала копию работаю с копией который я отмечаю потом отрезаю и делаю в общем все что мне захочется хочу показать вам на схеме где я нахожусь на каком этапе чтобы было немножко понятно здесь у меня склеены последние последние три листа и я приступила вот иду сейчас справа влево вышивая по 3 квадрата вверх и вот такой полосой я двигаюсь то есть я уже перешла хорошо за половину мне осталось вышить уже совсем чуть-чуть схема проработана очень-очень хорошо одиночек здесь нет и идет зашивка такими крупными цветовыми пятнами просто берешь ниточку и вперед и отшиваешь по сравнению с совами и конечно сама схема она намного намного легче нитки здесь яркие разнообразные поэтому вышивать одно удовольствие ниточки у меня организованы на пока вот так мне хватило буквально одной половинки 25 цветов и сюда же я паркую вот так и иголочки ни о чем я не задумываюсь главное чтобы мне было удобно поэтому я использую так как мне нравится этот органайзер сколько он продержится столько значит ему отведено но нитки у меня запутаны я не стала их распутывать потому что знаете процесс все таки идет нашла минуточку вот вам все показываю нитки здесь дмс очень и очень хорошего качества и я уже вам об этом говорила напомнюсь их не нужно особо укладывать и не сами ложатся так как им нужно вот такой у меня результат получается значит у меня уж простите за эти нитки хвосты потому что паркуюсь все равно использую метод парковки и вот так постепенно продвигаюсь вышивать как я сказала легко интересно но на каком-то этапе начинаешь уставать потому что нет какого-то определенного рисунка просто идут цветовые пятна вот и не видно еще никакого рисунка нужно дошить полностью всю картину чтобы проявился уже результат но как я сказала так как работа здесь уже наполовину вышита сам этот факт уже подстегивает и работа двигается я вам сейчас показываю этап на котором я нахожусь пользуюсь временем и буду снимать еще участки по мере отшивания буду вам рассказывать о своих эмоциях впечатлениях как у меня идет работа так я думаю будет нам вместе интереснее для меня как стимул ну а для вас посмотреть как постепенно растет сам процесс начинала я вышивать моего петуха на кюснапах такая большая рама у меня есть но так как станок освободился конечно же он перешел сюда немножко не хватало немножко канва было бы больше чем у станок мне нужно было ее подрезать подрезала с двух сторон кстати в наборах кастом крафт всегда кладут очень большой запас канвы мне это так нравится что знаете вот по 7 сантиметров с каждой стороны щедро не экономим не экономят на этом кладут так что можно всегда регулировать по вашему усмотрению как вы будете пользоваться этой канвой я никогда не отрезаю никакие кусочки распределяя по центру так как чем больше край тем легче будет потом натягивать багетной мастерской вот поэтому я подрезаю немножко канву натянула на станочек который у меня идет в размере 60 сантиметров и процесс потихонечку пошел вот осталось мне здесь дошить этот кусочек будут перетягивать канву вниз ну а там дальше главное чтобы настроение не поменялось и я надеюсь что скоро скоро я покажу вам эту работу уже в готовом готовом варианте а на этом этот фрагмент все увидимся следующем включении и так новое включение я наконец-то закончила вышивать полоску у меня был вот такой большой участок не зашиты я его наконец-то зашила теперь я буду отрезать всю вот эту линию и как видите по схеме я уже немножко приступила о второй линии когда я закончу вышивать полностью полностью всю эту линию а здесь у меня двести крестиков идет по горизонтали значит здесь получается шесть тысяч крестиков такими полосками я вышиваю и у меня останется полоска в четыре квадрата так высоко вышивать сложно и я наверное разобью их по два квадрата вот это то что у меня как выглядит схема и конечно сейчас я покажу что у меня на конве а вот так выглядит моя работа на конве я специально открутила чтобы показать вам немножко побольше самой работы как видите получается очень ярко но пока еще картина не видно потому что это акварель и здесь сама картина состоит просто из ярких пятен поэтому и вышивать немножко сложно хотя и вышелось уже много результаты еще особо то и не видно вот только заметен гребешок у петуха ниточки здесь очень цвета яркие сочные поэтому конечно интересными работать но долго вот вышивать постоянно только эту работу я не могу поэтому переключаюсь на другие процессы покажу вам немножко поближе какие красивые ровные получаются крестики здесь да я использую разметку потому что сложно ориентироваться без разметки если нет каких-то элементов такая красота очень красиво получается ну и теперь я сейчас перекручу мою канву продолжу работу и буду дальше вам показывать мои продвижения вместе будем двигаться к завершению этой картины и снова всем привет прошло несколько дней моя картина подросла вышелась вышелся вот такой фрагмент здесь примерно чуть чуть больше тысячи крестиков но самое главное что наконец-то у меня появилась какой-то готовый элемент уже на работе это голова петуха вот его клюв глаз тут будет его гребень и как только что-то проявилась на картине это как глоток свежего воздуха у меня появились новые силы потому что сразу стало понятно что картина уже идет к своему завершению да еще конечно очень очень много работы сам сюжет будет заканчиваться извините за руки вот здесь у меня есть отметка то есть здесь еще очень очень много вышивать кстати хочу немножко поправить себя почему-то я ошиблась запуталась и постоянно видео говорю что здесь размер работы 50 на 50 сантиметров но потом когда я все пересматривала свое видео и задаюсь вопросом почему 50 на 50 у меня сам станок 60 на 60 сантиметров перемерила и да действительно почему-то я ошиблась здесь у меня 36 на 36 сантиметров работа 14 каунт канвы но тем не менее все равно это очень объемный такой трудоемкий процесс да здесь нет ни бэкстича нет ни французских узелков абсолютно нет никаких техник не используется дополнительных просто крест в две нитки простая схема но вот для меня сложность заключается в том что здесь практически не видно какого-то результата какой-то картинки то есть здесь идет вышивка цветными пятнами с одной стороны очень легко с другой стороны трудно удержать себя только за одним процессом но вот появилась наконец-то голова петуха серьезно и злобно на меня смотрит весь год меня клевал вот я тебя теперь сейчас даже дошью не будешь больше меня клевать ушел твой год практически но на самом деле в конце февраля уходит по китайскому календарю поэтому год петуха еще силе и я его до вышиваю чтобы мы с ним хотя бы по дружески так сказать распрощались на следующие 12 лет вот и сейчас мы все внимание сосредоточено вот на этом петухе я отвлекаюсь немножко на другие процессы это я вам уже покажу в итогах января пока стараюсь сколько есть возможности уделять ему внимание почему-то у меня мало получается вышивать за вечер всего лишь там по 300 400 крестиков но я же работаю поэтому как-то так по чуть-чуть по чуть-чуть двигается вот наверное на этом я закончу данный отчет по петуху потом дальше также буду снимать фрагментами хочу показать вам немножко мой уголок как я вышиваю ну у меня в принципе все очень очень просто и практически без изменений есть мой рабочий стол любимый на котором у меня в общем-то все и расположилось и сейчас я работаю только за одним станком так как стич смарт у меня все поломался и работаю я за вот моим вот этим деревянным станочком очень очень классный удобный но он требует поверхности жесткой то есть стола ниточки у меня на пака вот как вы видите они запутанные я их не распутывала знаете спешу когда сажу за вышивку очень спешу побыстрее вышить какой-то кусочек и нитки у меня сейчас вот в таком запутанном состоянии ну и в принципе так как я сейчас не убираю процесс меня это не смущает ничего страшного там у меня моя игольница иголочки вот и здесь у меня стоит также книжечка со схемой от петуха я на него смотрю и как бы так вдохновляюсь что вот-вот скоро скоро уже будет завершение картины очень это надеюсь здесь у нас на стене календарь всегда висит я отмечаю там какие-то свои не пометки заметки вот так обстоит у меня здесь рабочая обстановка покажу немножко вам поближе крестики красавец вот такой на камеру видно что немножко есть просвет но на самом деле просвета нет это из-за того что очень хорошее идет освещение и кажется что есть просвет на самом деле поверьте просветов абсолютно нет вот такой яркий красивый петушок у меня получается на этом хочу пожелать вам хорошего настроения спасибо за ваши лайки и за ваши комментарии и увидимся в новом видео до новых встреч пока пока